Добрый день, ребята и родители! Вы подумали, какие ещё волшебные слова вы знаете? Спасибо! Пожалуйста! И надо всегда приветствовать всех, говорить доброе утро, добрый день, добрый вечер, или просто здравствуйте. Это такое волшебное слово. Здравствуйте! Это не только приветствие, но и пожелание здоровья. А когда уходите, надо всегда обязательно тоже попрощаться. И пожелать доброго вечера, или доброго утра, или доброго дня. Это тоже будет всем приятно. А сегодня мы читаем следующую сказку «Волк и семеро козлят». Смотрите, какие маленькие чудесные козлятки. Посчитайте, сколько их. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Семеро козлят и одна мама-козочка. А сейчас сказка. Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес, ездит траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдёт, козлятки запрут избушку, а сами никуда не выходят. Воростится коза, постучится в дверь и запоёт. Козлятушки, ребятушки, отоприте, отварите. Ваша мама пришла, молочка принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копыточкам. Из копыточка на сырую землю. Козлятки отопрут в дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдёт в лес. А козлята запрутся крепко-накрепко. Волк услышал, как поёт коза. Вот раз коза ушла, волк прибежал к избушке. И закричал толстым голосом. Вы, детки, вы, козлятушки, отоприте, отварите. Ваша мать пришла, молока принесла. Полны копытцы водицы. Козлята ему отвечают. Слышим, слышим. Да не матушкин это голосок. Наша матушка поёт тоненьким голоском. А не так причитает. Волку делать нечего. Пошёл он в кузницу. И велел себе голос перековать, чтобы петь тоненьким голоском. Кузнец ему горло перековал. Волк опять прибежал к избушке. И спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. Козлятушки, ребятушки, отоприте, отварите. Ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку. Из вымечка по копытечку. Из копытечка во сырую землю. Козлята впустили мать. И давай рассказывать. Как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят. И строго-настрого наказала. Кто придёт к избушке, станет проситься толстым голосом. Да не перебьёт ничего. Что я вам причитаю. Дверь не открывайте. Никого не пускайте. Только ушла коза. Волк опять. Шась к избушке. Постучался и начал причитывать. Тоненьким голосом. Козлятушки, ребятушки. Отоприте, отварите. Ваша мать пришла. Молока принесла. Бежит молоко по вымечку. От вымечка по копытечку. Из копытечка во сырую землю. Вот смотрите, какой хитрый волк. Спрятался за кусты, за деревья. И сидит. Слушает, какую песенку. Мама-коза поёт. Всё это послушал. Голос сделал себе тоненький. И точно как она, так же и спел козлятка. Козлята отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козлёночек схоронился в печке. Приходит коза. Сколько не звала, не причитывала. Никто и не отвечает. Видит, дверь отворена. Бежала в избушку. Там нет никого. Заглянула в печку. И нашла одного козлёночка. Как узнала коза о своей беде. Как узнала коза о своей беде. Как села она на лавочку. Начала горевать. Горько плакать. Ох вы, дедушки мои, козлятушки. На что отпирали, отворяли. Злому волку доставались. Услышал, это волк входит в избушку и говорит козе. Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать. Пойдём лучше в лес. Погуляем. Пошли они в лес. А в лесу была яма. А в яме костёр горел. Коза и говорит волку. Давай, волк, попробуй. Кто перепрыгнет через яму? Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул. Да и валился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло. Козлят оттуда. Выскочили все живые. Да прыг к матери. И стали они жить, поживать. По-прежнему. Смотрите. Все козлятки вернулись к маме. Все её обнимают, целуют. Ну-ка давайте посчитаем, сколько же у нас козляточек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро козлят. Все козлятки вернулись. Какие у них чудесные. Рожки у всех на голове. Маленькие, красивые. Даже бабочки все радуются. Вокруг них летают. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы. И пишите комментарии. И до следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин